Субтитры предоставил DimaTorzok Юрий Коваленко изъявил желание досрочно покинуть пост главы администрации Афибского поселения. Заместитель прокурора Сергей Косенко и представители общественности. По итогам второго этапа конкурса по отбору кандидатур на пост главы было зарегистрировано два кандидата Елена Сорокина и Олег Ратников, который был избран практически единогласно в ходе тайного голосования. Голоса распределились следующим образом. Ратников Олег Владимирович, 17 голосов. Сорокина Елена Александровна, 2 голоса. Против всех 0, воздержался 0. Олег Владимирович личность известная. Ветеран боевых действий в Чечне. Спецназовец, награжден орденом мужества. Родился в 1976 году в станице Северской. Женат, воспитывает троих детей. Продолжительное время работал директором кинотеатра «Ударник» и являлся председателем Совета Северского сельского поселения. Перед церемонией принятия присяги Олег Ратников поблагодарил депутатов за оказанное доверие и уверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития вверенного ему поселения. Вступаю в должность главы Северского сельского поселения Северского района. Торжественно клянусь, добросовестность, платить обязанности главы Северского сельского поселения, защитить интересы жителей поселения и уважать и охранять права, свободу человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Краснодарского края, устав муниципального образования Северского района. В напутственной речи глава района Андрей Дорошевский выразил надежду, что этап нестабильности в поселении наконец завершится. Хочу, чтобы у Олега Владимировича все получилось на этой должности, на этом посту. Правильно было сказано, что череда перемен глав поселений на время приостановила развитие Северского сельского поселения. Некоторые вопросы, некоторые проблемы копились на то, что годами, десятилетиями. Чтобы сейчас их решить, в один год-два, просто не хватит ни времени, ни сил, ни средств. Поэтому необходимо, Олег Владимирович, прежде всего вам составить план мероприятий, посмотреть на проблемы уже теперь со стороны управленца, главы поселения, распорядителя бюджетных средств. Успешной работы на благо жителей Северского поселения пожелали новоизбранному главе и все присутствующие на сессии. В Северском районе прошло выездное заседание Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Члены СПЧ во главе с советником губернатора Андреем Зайцевым посетили село Львовское, где осмотрели социальные объекты и пообщались с местными жителями. В частности, восточной части села, которая раньше была отдельным и вполне самодостаточным хутором Порона Покровский. Именно об этом статусе и былой инфраструктуре так ностальгируют местные жители. Предыдущий визит членов СПЧ был весной этого года, после коллективного обращения людей в совет по ряду волнующих вопросов. Сейчас прошлись прямо по списку рекомендаций, сделанных в прошлом марте. Часть вопросов сдвинулась с мертвой точки, а некоторые так и остались нерешенными в силу объективных причин. Основной проблемой для жителей Порона Покровского по-прежнему остается краевая дорога, проходящая через несколько улиц населенного пункта. Трафик огромен, а тротуаров и освещения нет. Опасно. Начиная от Энэма, там пробки. И они через водохранилище нашли, вот их этот ведет. Короткий путь, навигатор идет сюда. Навигатор их ведет сюда. И вот они все, чтобы объехать вот эти пробки, они все идут вот сюда. Зачастую выходишь на улицу, идет автобус на Новороссийск, на Келенджик, на Анапу, идет через нас. Ну куда это годится, вот такой автобус, по вот этой дороге узкой. Местные жители при этом настаивают на выводе трассы за черту населенного пункта, предлагая сразу несколько возможных вариантов грунтовых дорог, которые могли бы служить альтернативными для движения больших транспортных потоков. Однако пока это маловероятно, а вот сделать федеральную трассу более безопасной и Министерство транспорта и дорожного хозяйства все же обещает. Готовят и документы на вхождение в программу по строительству парковой зоны в Паронопокровском. Пока здесь лишь несколько старых качелей. Напротив, административно-хозяйственное здание, которое жители просили в прошлый раз отдать под клуб. Старый, колоритный дом культуры Парона Покровского сейчас напоминает антураж для съемок фильмов о войне. Восстановлению здание не подлежит, а ездить в центр Львовского, к примеру, детворе на кружки, накладно для родителей. Маршрутное сообщение наложено плохо, на такси выходит дорого. С момента прошлого визита в новом импровизированном клубе уже проходят занятия и мастер-классы. Волонтеры здесь плетут маскировочные сети для нужд СВО. Однако помещение не отапливается. Осмотрели и местный ФАП. Здание старенькое и давно требует капитального ремонта. Кроме того, обогревается оно дровяной печью. Фельдшер Татьяна Зубова работает здесь давно и уже снискала уважение местных жителей. За месяц у меня не меньше 90 колонн, у меня там и должно быть. Но бывает больше. Чтобы начать прием Татьяне Зубовой сначала нужно растопить печь, а сидя на рабочем месте, периодически поглядывать на потолок, чтобы вовремя уклониться от падающей штукатурки. Хотя сама фельдшер ни на что не жалуется, пациенты требуют скорейшего ремонта и газификации. Во второй половине дня участники мероприятия подвели предварительные итоги своего визита в муниципалитет. На расширенном заседании Совета по правам человека при губернаторе региона присутствовали глава района Андрей Дорошевский с заместителями, представители районных служб и ведомств и жители села Львовское. Все вопросы получается решить сразу, на момент. То, что касается дорог и так далее, коммунальных ресурсов, я прекрасно понимаю и прекрасно знаю, в каком они состоянии находятся, что для этого необходимо сделать и самое главное, сколько это стоит. Но к большому сожалению, вот я повторюсь, нет на все это сразу средств. Но я хочу сказать, что у нас есть и проект, и реализуемые уже строящиеся объекты. Мы постоянно участвуем в государственных программах, в краевных программах. Вот органы ТОС начали участвовать в разных тоже программах. Это же хорошо. Кстати, прямо во время совещания председатель парона Покровского ТОС номер 7 Инна Воравина озвучила радостную новость, пришедшую в сообщение. ТОС выиграл губернаторский грант на 800 тысяч рублей, которые пойдут на строительство детской площадки. Андрей Зайцев в очередной раз напомнил о необходимости шире использовать грантовую поддержку, возможности ТОСов и привлекать в ней бюджетные средства. Разъяснение. Жители района также получили по поводу ряда вопросов в области медицины, электроснабжении, обеспечении мест в школах и садах и многом другом. Глава района, в свою очередь, подчеркнул важность деятельности Совета при губернаторе, который активно решает проблемы людей и является эффективным механизмом прямого взаимодействия между органами власти и гражданским обществом. Мост в станице Северской по улице Комарова закрыт по решению местной администрации. Аварийное состояние видно, что называется невооружённым глазом. Часть сооружения обвалилась и ездить по нему сейчас попросту опасно. Для пешеходов мост по-прежнему открыт, а вот транспорт по нему проехать не может. Главная проблема в том, что это единственная дорога, по которой жители станицы из-за реки Убин могут попасть в центр. Объезжать закрытую улицу приходится по федеральной трассе, а это большие пробки в часы пик и лишнее время на дорогу. Вечером 12 декабря глава Северского района Андрей Дорошевский вместе со своими заместителями провёл встречу с активом поселения, чтобы прояснить ситуацию. Естественно, у граждан один вопрос, на какой срок это и когда это закончится. Первое, что я хочу сказать вам, что завтра приезжает специалист, который работает по ремонту мостов во всём крае. И мы совместно с ним встречаемся возле этого моста, под мостом. Соответственно, будем смотреть по возможности кратковременного, краткосрочного, быстрого, так скажем, ремонта, чтобы привести этот мост не в то, что в нормативное состояние, а сколько возможность работоспособности вернуть. Параллельно с этим поселение начнёт заниматься разработкой проектно-сметной документации и прохождением экспертизы полностью по реконструкции данного мостового сооружения. Сейчас главное понять, возможно ли провести текущий ремонт моста, чтобы снова открыть проезд. А параллельно с этим вступать в программу по капитальной реконструкции. До 15 декабря Северская администрация должна провести техническое обследование сооружения, а до 20 декабря подготовить локально-сметный расчёт текущего ремонта. Для районного центра с постоянно растущим населением одного автомобильного моста через реку, который опутывает всю станицу, явно мало. В связи с этим актив поселения давно интересует вопрос строительства второго моста. То есть, в следующий шаг планируется ли вообще в поселении ещё один мост? Один из возможных вариантов – мост по улице Комсомольской. Администрация поселения уже рассматривала. Летом мы проводили предпроектную работу, организация проводилась с учётом вот этой ширины и что возможно там построить. Это проектная документация порядка 36 миллионов и реализация проекта 178 миллионов. Но не факт, что этот проект госэкспертизу пройдёт. Ввиду того, что там очень плотная застройка, для того, чтобы его построить, надо отселять дома, которые... Ширина дороги, там ширина дороги просто нормативно не позволена. В своё время ещё прорабатывался вопрос по базарной, вот где церковь. Там тоже узкий проезд. Там тоже дома, очень узкая дорога. Вопрос о строительстве дополнительного моста будут прорабатывать и дальше. 13 декабря заместитель главы района Евгений Алышев вновь встретился с жителями станицы, а также с съёмочной группой телеканала «Кубань-24». В районе введён режим повышенной готовности в связи с данной ситуацией. И однозначно будем разбираться с тем, чтобы ускорить вопрос ремонта. А прямо сейчас ещё одна важнейшая задача – грамотно организовать движение населения и пути объезда. По схемам объезда сегодня будет написано письмо в отдел ГИБДД по Северскому району об организации временных схем объезда, выезда-въезда в станицу Северскую с разных мест. С точки зрения закона, с точки зрения безопасности дорожного движения наши коллеги из ГИБДД должны дать нам ответ. В ближайшие дни пообещали решить вопрос и с движением школьных автобусов, а также общественного транспорта. На еженедельном расширенном планёрном совещании в администрации Северского района провели торжественную церемонию вручения паспортов молодым жителям района, достигшим в 14 лет. Ребята получили главный документ и экземпляр Конституции. В рамках планёрного совещания прошло заседание районной антинаркотической комиссии, где обсудили результаты правоохранительной деятельности по пресечению незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ на территории муниципалитета. О проделанной работе за 11 минувших месяцев 2023 года доложил исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Северскому району Руслан Хасанов. С сотрудниками отдела ОМВД России по Северскому району зарегистрировано около 50 преступлений, что на 6 преступлений больше, чем за отчётный период 2022 года. Преступлений по линии законного оборота наркотиков, связанных с тяжкими, особо тяжкими преступлениями, это 20 преступлений, что на 9 преступлений больше, чем за отчётный период. В связанных со сбытом наркотических веществ 23 преступления, что на 11 преступлений также больше, чем за отчетный период 2022 года. За данный период для незаконного оборота наркотиков изъято 1748 граммов наркотических средств. На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, прежде всего для несовершеннолетних граждан и молодежи. В свою очередь сотрудники Управления по молодежной политике совместно с участниками движения «Молодежный патруль» занимаются ликвидацией надписей, содержащих ссылки на интернет-ресурсы, пропагандирующие употребление и распространение наркотиков. Их закрашивают, информация направляется правоохранителям. Обсудили также исполнение программы по замене 5% сетей водоснабжения. Свою норму перевыполнили Ильское и Новодмитриевское поселения, а вот Северское и Черноморское немного отстают. В последнем к тому же существует не менее серьезная проблема. Теплоснабжающая компания КТЭК окончательно решила расторгнуть договор с 1 января 2024 года. Глава местной администрации Владимир Жигулин заявил о создании МУПа, который не оставит жителей в холоде. Однако пока он не сформирован, и остаются вопросы о наличии средств на его создание. Когда вы будете это делать? Еще раз напоминаю, сегодня 11 декабря. Вы еще не отдали никуда документы на оформление. Как будет? 1 января 2024 года вы несете полную ответственность по закону 131 за подачу теплоснабжения, подачу тепла в многоквартирные дома, в частный сектор и в объекты здравоохранения и образования социальной инфраструктуры. Владимиру Жигулину срочно рекомендовано предоставить информацию о порядке действий, касаемо создания нового предприятия, которое должно поставлять тепло в дома черноморцев с нового года. Почти осиротели. Юрий Коваленко изъявил желание досрочно покинуть пост главы администрации Афибского городского поселения. Решение связано с состоянием здоровья. Вопрос был рассмотрен на прошедшей в здании Дома культуры сессии Совета поселения. Более 18 лет Юрий Антонович возглавлял одно из самых успешных, больших и стремительно развивающихся поселений Северского района. Обладатель большого количества наград и медалей, в том числе и за вклад в развитие Кубани, первой, второй и третьей степени. Но самая высшая награда – признательность и благодарность населения. Глава муниципалитета Андрей Дорошевский отметил, что своей работой Юрий Коваленко заложил прочный фундамент для дальнейшего развития населенного пункта. Я выражаю вам глубокую признательность в ваш добросовестный, долголетний труд на благо Афибского, на благо Северского района. Вы успешно решали проблемы, которые возникали на всей протяженности вашей работы. Все мы знаем, что решишь одну проблему, и сразу возникает несколько. Вы успешно справлялись с этим, благодаря вашей энергичности, вашей деятельности, вашему руководству и вашему душевному отношению к тому делу, которое вы избрали. Почетную грамоту Законодательного собрания Краснодарского края вручил депутат ЗСК Сергей Орленко. Слова благодарности выразили и военные, базирующиеся на территории поселения, и коллеги, и пришедшие жители. Добавилась еще одна награда за вклад в развитие Афибского поселения. Любовь Юрия Коваленко снискал не только у жителей и коллег, но и у соседей. Но вы никогда не зазнавались, и когда соседу плохо, вот все главы, которые работали в Смоленке, в Новодмитриевской, в Калужской поселения, да и в Северской, вы всегда шли на помощь. Транспортом, людьми, всегда откликались. Огромное вам спасибо за великий труд. Юрий Антонович, в свою очередь, поблагодарил команду единомышленников и всех, кто долгие годы помогал поселку и хуторам, в частности, мецената и близкого друга Андрея Андреева. Я очень рад, что вы пришли, приехали, так тепло проводить меня на заслуженный отдых. Вот здесь в зале собрались именно все те, которые на протяжении всех этих долгих, я скажу, нелегких лет были рядом. Приемницей на посту главы Юрий Коваленко хотел бы видеть своего заместителя Юлию Вакуленко, а любимое поселение, которому он отдал 18 лет жизни, цветущим и благополучным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова